Я хочу сегодня говорить на тему, которую бы я назвал так Политическая корректность или жизнь без критики Такой немножко сложный вопрос, я так о нем рассуждал, рассуждал У меня мысли немножечко так даже рассеяны, потому что Ну, очень сложный вопрос Дело в том, что никому здесь сидящих и вообще людей, находящихся где-то вне этого здания Я не встречал ни одного человека, которому нравилась бы критика Который бы какое-то критичное отношение к себе воспринимал бы с удовольствием каким-то В основном это как бы нас, ну как по-английски говорят Rub us the wrong way, да? Так, оно против шерсти как бы гладит Очень приятно нам слушать комплименты Человек улыбается, мы поднимаем человеку настроение Вот, но все-таки Вот это понимание политической корректности Которая старается проникнуть в церковь Божию Которая, если это происходит в мире, ну это понятно, это мир Что это такое? Ну, это как бы мотивирование такое, как бы хорошее, правильное Мы стараемся человека, ну не трогать острые углы Такое, потому что мы же все разные, ну зачем? И вроде бы как бы и это правильно Мы должны принимать друг друга, как Писание говорит, принимайте друг друга, как и Христос принял вас То есть мы должны научиться принимать и не менять человека Мы все уникальны, все разные Но вопрос вот в чем Положение церкви, для чего мы в церковь приходим? И складывается такое впечатление, что вот последнее время Оно как-то больше склонно к тому, чтобы нам было хорошо Чтобы в церковь это такое И вот это слово, которое в миру придумали, да? Tolerance, да? Допустимость И под этим лозунгом, под этим девизом люди начинают, ну как бы, все возможно, все разрешается Твои понятия, как бы, мы должны, мы должны добрые А если мы настраиваемся против, то это не любовь, как бы Ну как бы, такое впечатление складывается Но на самом деле оно все не так Вот это желание иметь хорошее настроение Или как дети говорят, фан, да? Нам скучно, нам нужно, нужно развеселить Значит, нужно пару шуточек каких-то вставить Я не против Я считаю, что это хорошо, когда мы друг другу поднимаем настроение Пусть даже это какая-то шутка может быть сказана Если это все правильно и в норме, да? Если это не нарушает наш внутренний мир Если это не ведет нас к греху То это хорошо, это прекрасно Но все-таки не в этом цель Для чего церковь была создана? Для того, чтобы просто мы поднимали друг другу расстроение Я как-то слышал одного американского проповедника Который именно подчеркнул абсурдность вот этого мышления Мы знаем эти церкви, где все направлено для того, чтобы человек просто был доволен Оно как бы вроде правильно, но это все однобоко И вот этот Пал Уашер его зовут Он высмеивал этот вопрос и он говорил Ну вот, как мы пытаемся привлечь людей из этого мира в церковь? Что мы говорим? Бог любит тебя, да? И этот человек, который на самом деле Натура человеческая, она как устроена? Мы же себя прежде всего любим Все для нас Все для нас Мы все под себя гребем, чтобы нам было хорошо И вот этому человеку он говорит Если мы говорим так, что Бог тебя любит По идее, если этот человек на самом деле задумается над этим вопросом Он скажет Бог меня любит Так это же прекрасно! Я тоже себя люблю! Я тоже себя люблю! Бог имеет для меня чудесный план Да это вообще замечательно! У меня же тоже чудесные планы для моей жизни Он поможет мне выполнить мои планы Но он-то так высмеивал как бы Мы, может быть, не в такой мере Но что-то подобное мы, может быть, делаем Если мы не занимаем правильное положение Друзья мои Церковь Я прочитаю это местописание Из первого послания Тимофею Третья глава, пятнадцатый стих Здесь описано вот что Здесь апостол Павел пишет Тимофею Как бы предупреждающее слово Из пятнадцатого стишка он говорит Чтобы, если я замедлю, ты знал Как должно поступать в Доме Божием Который есть Церковь Бога Живого Столб и утверждение истины Он как бы хотел объяснить ему, как он поступал И он как бы мимороком задевает Вот это предназначение Церкви Столб и утверждение истины В Церкви Божией должна утверждаться истина Через Церковь Божию утверждается истина в этом мире Не просто поднимать настроение Не просто, чтобы мы как-то, ну, нам было хорошо здесь Это то, где утверждается истина И вот вопрос, что же такое истина И как ее утверждать? Как утверждать истину? Для того, чтобы утверждать истину Это значит, нужно выявить, что является неистиной Согласны? Как выявлять, что является неистиной? Непосредством ли какой-то критики, какого-то рассмотрения И я буду читать эти места Писания, которые как бы об этом говорят Мы читаем тоже послание Тимофею Второе послание Тимофею, тоже в третьей главе Здесь написано так Мы все это местописание очень хорошо знаем С 14 стишка А ты пребывай в том, чему научен И что тебе верено, зная, кем ты научен При том же ты из детства знаешь священные писания Которые могут умудрить тебя во спасение Верую во Христа Иисуса Все писание Бога вдухновенно и полезно для научения Для обличения Для исправления Для наставления в праведности Смотрите, все это, то, что я сейчас читал Оно связано с какой-то критикой Научение Когда мы учим человека чему-то Мы пользуем critical thinking Мы выявляем правильный образ мышления Какие-то вещи Мы утверждаем Для нас Для обличения Обличение, ну это уже критика Это значит, ты уже конкретно выявил что-то Брат, ты знаешь Вот это ты делаешь Это неправильно Оно не подходит под наши стандарты Обличение Для исправления То есть цель-то всего этого какая И дальше он пишет Да будет совершен Божий человек Ко всякому делу Доброму делу приготовлен То есть вот эта цель Которая преследуется здесь Она является тем Что мы должны стать таким Как Иисус Христос И Это все Оно не очень просто Но все-таки Это то, для чего нас призвал Иисус Христос Мы читаем послание Луки В третьей главе Третья глава, четвертый и шестой стих Здесь говорится про Иоанна Крестителя Об его предназначении И здесь написано так Глаз вопиющего в пустыне Приготовьте путь Господу Прямыми сделайте стези ему Всякий дол да наполнится И всякая гора и холм да понизится Кривизны выпрямятся Неровные пути сделаются гладкими И узрит всякая плоть спасения Божия Это то, для чего послал Бог Иоанна Чтобы приготовить этот путь И в какой-то мере Это тоже относится к нам Потому что мы Но для того, чтобы этого достигать Надо же выяснять Где же этот холм, правильно? Где этот холм? А где это может быть Может быть какая-то низина Это все нужно выровнять Этот путь должен быть прямым И естественно для этого Нужно критичное мышление И я думаю, что в принципе С этим долгом не нужно даже Рассуждать или спорить Я думаю, что все согласны Нравится нам или нет Но все согласны с тем Что это нужно Нам нужно иметь критику Об этом учит Писание Вникай в себя учение Я читал только что Потом, когда мы готовимся к вечере Там тоже написаны такие слова Что мы должны проверять себя Мы должны сравнивать Когда Иисус говорит Что всякое дерево Познается по плоду Все Писание Оно говорит и указывает нам Вот путь По которому нужно идти Вот цель Которую нам нужно достигнуть И теперь мы В этом направлении движемся Ну вот в чем дело В основном Реакция такая Критика нужна Но не твоя Не твоя По разным причинам Ну это я говорю Как бы Может быть преувеличиваю Мы что-то где-то принимаем Но бывают такие моменты Мы где-то Может быть что-то И не принимаем И не хотим принять И потом происходит ожесточение А Бог-то продолжает говорить Вообще критика Это тот способ Который Бог к нам обращается Я так понимаю Конечно здесь Этот вопрос очень сложный И это можно так подумать Что критику нужно принимать Ну вот как рыбу мы кушаем Нужно внимательно смотреть Там косточки есть Тебе не обязательно Эту кость глотать Кто же тебя заставляет Правильно А бывает такое Что мы начинаем Сразу такую Ну вот такая реакция И такие слова Я слышал Да Я там так хотел Что-то сделать И меня по рукам побили Да Все Какая-то критика И руки отбили И уже неохота делать Я думаю Это из-за того Что неправильное отношение К критике Вот поэтому я хочу Поговорить обо всем этом Чтобы мы проверили Какое мое отношение К критике Насколько оно правильно Насколько оно основано На истине Потому что мы подчас Имеем какие-то представления Мировоззрения И мы думаем Что оно вот так работает И оно неправильно И потом происходит Разочарование и страдание Да И мы И мы себя обманываем Основывая свои убеждения На каких-то На неправильном основании А Писание говорит Что когда человек Захотел построить дом Он взял Он углубился Он проверил Он расследовал А как же это делается А какими способами И какой инструмент Лучше пользоваться И какой материал И вот критике К критике тоже нужно Иметь правильное отношение И правильную как бы цель И подчас мы бывает Как бы Ну Закрываем свое сердце От того Что Бог нам говорит Потому что я Я считаю Что это тоже Один из способов Как Бог говорит Бывает Дьявол говорит Тоже так Когда он начинает Критиковать Может быть Чрезмерно Какая-то критика Да Необоснованная Может быть Какая-то критика Критика Которая имеет цель Не построить Есть разные Разные же принципы Да Есть критика Которую человек Просто хочет тебя Опустить Унизить Бог никогда так не делает Божья критика И Божье обличение Они всегда указывают Путь Даже самое жесткое Бог послал Иону в Неневию И он даже им Ну Можно так сказать Не давал выхода Но это только Выглядит на поверхности Так Не всегда То есть Есть то что написано В Библии И есть то что не написано Если этого не написано То это же не значит Что этого там Не было Скажем Он им сказал Неневия будет Разрушена И смотрел Что же будет делать Этот народ Иона тоже смотрел Но он уже заранее Определился Он ждал Может быть потому что Он знал Может быть Бог ему Открыл что сделает Неневитяне потом Израилю И он хотел Убрать эту Угрозу Так сказать Не знаю Но Бог Когда он говорит У него определенная цель Мы читали Нет мы не читали Я прочитаю Первое послание Тимофею Здесь написаны Такие слова С пятого стишка Первая глава Цель Пользует Сейчас То нужно проверять себя Что движет мною Когда я это делаю Если у меня Неправильные мотивы То это критика Которая не послужит Пользу Скорее всего Это будет напрасно И то Что Бог тебе дал Эту возможность Она будет Не использована И не будет Нужного результата Поэтому мы сейчас Собираемся Здесь И мы проверяем И мы читаем Все то Вот это писание Мы вникаем в себя Вникаем в наше учение Поэтому мы молимся И мы хотим Цель-то наша Так какая Господи А правильно ли я Делаю то Что я делаю А делаю ли я Это от всего сердца А какие мотивы Мною движут Когда я делаю То или другое Поэтому очень необходимо Нам быть Бодрствующими И проверять себя Вникать в себя Чтобы наши действия Соответствовали Нашему избранию Чтобы мы не просто Так проводили Наше время И чтобы наши цели Они были правильными И вот наша цель В этих Во всех О том что мы сейчас говорим Это в обличении Да каком-то Может быть Где-то мы увидели Человек Ну вот смотрите Это вот как с детьми Я заметил там Ребенок Ну может быть Отправляют детей В школу Ну папу может быть Отправляют детей В школу Ну так Проснулся Пошел А маме этого Недостаточно Мама же переживает Чтобы у него там Вот здесь Не торчал Какой-нибудь петушок Да А может быть Он рубашку Наизнанку отдел Или еще что-то Цель-то Чтобы поправить Чтобы было нормально Чтобы Чтобы дети были воспитаны Когда мы наблюдаем И бывает Я говорю что-то И я проверяю И смотрю Это моя работа Я смотрю Как он будет реагировать А что он будет делать А какая в нем Это будет реакция И для меня это важно Потому что Я не могу Заглянуть к нему в сердце Я не могу точно знать Что он думает Но через это я могу Видеть А этот урок Он еще не усвоил И вот критика Которую Бог посылает В нашу жизнь Это как экзамены Которые Жизненно важны Для того чтобы Мы могли Достичь какой-то цели В учебе Для чего нам делают Экзамены Проверить Насколько ты узнал Мы молимся Господи Ну я хочу Быть терпеливым Ну а как же Твое терпение Проверить Когда ты сидишь На диване И все прекрасно Хорошо Нет Когда нажимают На твои кнопочки Может быть На пальчики наступают Когда может быть Задьют тебя За больное место Вы понимаете Про что я говорю Если мы Неправильно будем Относиться к этому И избегать этого Писание говорит С великой радостью Братья мои Принимайте Когда впадаете В различные искушения Искушение Это испытание Это проверка И один из способов Вот этого Искушения Проверки Это критика Я сейчас Не буду сильно Говорить о критике Которая происходит Изнутри Мы все это Должны этим заниматься Мы должны заниматься Этим постоянно Мы читали А я сейчас Больше как бы Хочу поговорить О критике Которая извне Которая тоже Очень необходима Если она Нам не нужна То зачем мы Сюда собираемся Просто настроение Друг другу поднимать Ну это вроде как Неплохая цель Но Она Мы не достигнем Больших результатов И поэтому Нам нужно Важно Нам очень важно Понимать И смотреть правильно На вот эту критику Которая происходит Извне Во-первых Это нам покажет Наше внутреннее состояние Мы по часам Мы не знаем До конца На что мы способны Или что В нас там Происходит А через это Оно может проявиться Это может быть Для нас Как бы этот Индикатор Который показывает У Смотри В машине Масло Уровень масла Низкий Оно Если бы не стоял Там этот датчик Ты бы и не знал Ты бы ехал И двигатель бы заклинил Я читал такую историю Когда немцы захватили Во Вторую мировую войну Францию Этот завод Грузовой Автомобильный Который делал Ситроены Они заставили их Делать грузовики Ну для чего? Для того Чтобы воевать Значит приносить Вред Боль Другим людям И вот этот Хозяин этого Ситроена Он придумал Такую Очень хитрую Я думаю Бог ему дал Такую мудрость Он взял щуп с маслом И перенес Вот этот Мерку Где показан Самый нижний Допустимый уровень масла Еще ниже Он то его заправил Они уехали Проехали там Какие-то 3000 майлов Да А потом поменяли масло И по щупу проверили И налили масла Мало И прошло какое-то время И двигатель заклинул Такой явный саботаж Он не мог сделать Потому что Ну Его бы просто убили Да Они бы его просто уничтожили Поэтому нам Все эти датчики Они нам необходимы Это то Что нам будет показывать Насколько правильно Мы функционируем Для чего Бог создал Вот эти чувства Которые мы имеем Чувства холодного Горячего Если бы мы не знали Что оно горячее Ты бы постоянно Ходил бы с какими-то ожогами Этот рефлекс Он защищает тебя Это сделано Для самосохранения Господь так нас устроил Чтобы мы Вот так функционировали И так же само В Церкви Божьей Бог сравнивает нас Как с телом Иисуса Христа Все это уже заложено Если только Мы будем внимательны И иметь правильное Отношение к этому Тогда мы будем Устроять друг друга Мы будем приближаться К этому образу Который Он для нас оставил Совершенство Это наша цель Не просто чуть лучше Не просто поднять Настроение друг к другу Наша цель Стать подобными Сыну Его Иисусу Христу И конечно же Очень печально Когда мы неправильно На это смотрим И мне Даже Как-то Один человек Мне сказал Что ты во мне ковыряешься Ну это Как бы Один способ Как посмотреть На какую-то критику Да Естественно Ковыряешься Да Вы смотрите Апостол Петр Пришел в Антиохию И это как бы Ну Я высказываю свое мнение Не для того Чтобы его как-то Возвеличить Или сказать Что мое мнение Самое правильное Ну Я знаю Что многие из вас По-другому может быть Думают Или некоторые Ну я Так как я думаю По-другому Я поделюсь тем О чем я думаю Мне так говорят Что Ну не надо имена Там называть Я согласен Да Имена Не надо называть Потому что Оно может быть Нести какой-то Личный характер Это такое Как бы Общее правило Но всегда Есть исключения То есть Есть некоторые ситуации И вот скажем Даже взять в вопросе Исповедания Грехов наших Да Я так понимаю Мое такое мнение Основываясь На Священном Писании Если я Согрешил грех Против Руслана Почему я должен Идти к брату Ване Исповедоваться Это какое-то Лицемерие Я что Пытаюсь спрятать его Может быть Подсознательно Мне нужно идти К Руслану Да Все я с Женей Значит к Жене Нужно Если я перед соседом Провинился Зачем мне идти в церковь Перед братьями Исповедоваться Если я согрешил Против церкви То это нужно В церковь нести Вы понимаете Про что я говорю Поэтому Наша Нужно называть вещи Своими именами В некоторых вопросах Оно как бы необходимо И вот Петр Пришел в Антиохию И он лицемерил Он сначала С язычниками По-братски Братья Хорошо Хоть я и еврей Но я с вами буду кушать А потом пришли Его же братья Ну законники Как мы говорим Которые Они не придерживались этого И он сразу стал Делать по-другому Это не был грех Против какой-то Одной личности Это был грех Против Евангелия Божия Евангелия Которая принес Иисус Христос Что мы не оправдываемся Делами закона Что наше оправдание Только Иисуса Христа Нас не делает Что-то Великим Или высшим То что мы Принадлежим К тому Или к другому Какому-то народу И Павел Он сказал А я при всех Его обличил Если ты будучи Иудеей Живешь поязычески Почему тогда Ты осуждаешь их И он это сделал При них Но это исключение Я согласен Но по-всякому бывает Нужно Нужно как бы проверять И смотреть Какая цель За этим идет И если это Дело делалось При всех То Павел пишет Тимофею А некоторых При всех обличает Чтобы другим Неповадно было Мы знаем историю Про Ананию и Сапфиру Какая жесткая критика Это уже крайняя Уже Там не была Дана возможность Покаяться Не было возможности Поменяться как-то Он просто упал Мертвый Все Это было Крайнее нарушение Подчасно Может быть кажется Что где-то Бог Проиводит Какую-то Чрезмерную строгость Кому-то А кому-то Может быть Как Давиду Он должен был Побит камнями Давид Ну Бог простил его Может быть кажется С одной стороны Как бы двойные стандарты Но это говорит о том Как человек кается Что Какие мотивы Человеком движут И о том Что Бог Он справедливый Бог Он знает Все эти детали Он это все Учитывает И вот когда Иисус Христос В Евангелии от Матфея В седьмой главе Он говорил Такую фразу Да С первого стишка Не судите Да не судимы будете Невозможно Производить Какую-то критику Или обличение Без того Чтобы судить Невозможно Ты обязательно Сделаешь суд Когда 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 нам Писание Говорит о том Чтобы Ну о том Что Дерево Познается По плоду Мы Разводим Какой-то суд Мы сравниваем Мы говорим Так Это дерево Вот Этот плод Хороший Или плохой Мы обязательно Суд Но Есть два Разных суда Суд Когда мы Выносим приговор Когда мы Осуждаем человека На определенное Наказание Этот суд Он остается За Богом Мы не можем Этого делать Люди Мы подчас Там определяем Людей И даже Были такие К сожалению Периоды В нашей истории Когда мы Там Отлучали До пришествия Там Или еще Что-то там Может быть Чрезмерное Такое Какое-то Наказание Ну Это Как бы Я так Может быть Понимаю Но Христос Не оставил Я считаю Что он Не оставил Нам право На такой суд Но Суд В плане Того Чтобы определить Правильно Это или Неправильно И назвать Вещи Своими Именами Не просто Есть Некоторые Моменты Вы понимаете Что это все Здесь нет Такого Ну Как бы Шаблона Некоторые Моменты Вот человек Взорвался Там скажем Вспылил Да Раз В некоторых Случах Это просто Произошло Спонтанно Это не говорит О том Что человек Именно Вот такой Это произошла Какая-то ошибка Я думаю Что Вот в случае Давида Это не Он не был Таким Человеком Бог Как бы Попустил И написано Что Бог Отошел Или как там Написано Оставил его Бог оставил Давида Вот на этот момент Чтобы проверить Это как бы В какой-то мере Бог допустил Можно так сказать А есть такие моменты Когда человек Такой по натуре Он этого ищет Но это же две разные вещи Это же не одно и то же Ну Скажем Нарушение Это нужно же Учитывать И поэтому Здесь Христос говорит Не судимы Не судите Да не судимы будете Ибо Каким судом судите Таким будете судите И какую меру И мерите Такой и вам будете мерить И что ты смотришь На сучок В глазе В глазе брата твоего А бревна в своем Не чувствуешь Когда идет Неправильная проверка Когда мы Неправильно смотрим На вещи И может быть Свои какие-то поступки Мы не замечаем А в других людях Мы вот как Ковыряемся Да бывает И такое И я думаю Что каждый из нас Повинен в этом деле Мы делали такие дела Но Вопрос в том Что Нам нужно приближать Нам нужно двигаться дальше Нам нужно проверять себя И если мы себя находим Что я делал То или другое неправильно Я неправильно На людей смотрел Судил неправильно То мне нужно покаяться Потому что Придет суд Божий В нашу жизнь Бог будет нас судить Если мы Если мы милостивые То Бог Милостивый Будет с нами поступать Это все будет возвращаться К нам И еще по поводу того Что все-таки Оно не так все однозначно Вот насчет суда Здесь дальше Когда мы читаем Иисус в этой же главе Он пишет Шестым стишком Не давайте святыне псам И не бросайте Жемчуга вашего Перед свиньями Христос смотрел И определял Этот человек Он уподавливал Его псу Этого человека Свинье Для этого Нужно сделать суд Обязательно Как он это делал Он это делал Как Писание говорит Не судите по наружности Но судите судом праведным Это как бы Тут нету дилеммы Вы понимаете Я не знаю Насколько я доступно Это объясняю Тут нету дилеммы Это не то что мы не можем И как бывает Подчас я слышал такое Что не судите Но не судите И все И заканчивается Любой аргумент Но это не Не конструктивный подход К этому И вот кстати Критика бывает Несколько сардов Одна критика Это как я уже говорил Что она просто Человека опускает Просто человек опускает Разбить Побить по рукам Отбить А есть критика Которая его восстанавливает Устрояет Которая помогает Этому человеку Может быть осознать Какой-то Где-то какой-то проступок Урон какой-то Может быть где-то Какой-то недосмотр Для того чтобы человек Сделал это лучше Эта критика Нам необходима Каждому из нас И вот Как я уже привел Вот эти примеры Когда Павел Петру говорил Обличение конкретное И оно было необходимо Это очень необходимо И Петр Понимая это Потом пишет А Павли отзывается Говорит Как возлюбленный Наш брат Павел Конечно Нужно Учитывать Как я и сказал Если бы у Павла Была другая Какая-то цель То может быть Петр бы обиделся Нам нужно проверять С какой целью Мы говорим И что мы говорим Такой небольшой Пример Тоже Я приведу Несколько примеров Чтобы ну как бы Неголословным быть Потому что нам Нужно как бы Понимать К чему это относится Практически Я как-то Проповедовал Давно Я был молодой Еще Красивый Может лет 25 было Не знаю Проповедовал Я в одной церкви Ну где я ходил Большая церковь Ну молодой Я был еще Жених тогда Естественно И во время проповеди Выходит один из Братьев-служителей Хлопает меня по плечу И говорит Петя Не тебе об этом Говорить Пойди и сядь И я вот Рассуждаю в себе Критика Правильно Человек Решил Что я что-то Неправильно делал И он решил Меня поправить Как она мне помогла Да никак Вообще-то Какое она Произвела влияние В церкви Ну я так не знаю Я там сильно У людей не спрашивал Но я подозреваю Что многим Это не понравилось Ну это не то Что не по-христиански Это не по-человечески Ну понятно Что он там Может быть Мотивировался Какими-то ревностью Может быть Какой-то Не знаю Религиозной Или христианской Я проповедовал О том Что О том Что Иисус говорил Что Кто будет есть Плоть мою И кровь мою Да Тот не будет Тот не будет Иметь жизни в себе Видать он посчитал Что это только Братья-служителя И только во время вечер Я не знаю Ну вот так Но я посмотрел На этот вопрос так Чья проблема Что он так поступил Сделал ли я что-то Я так проверил Сделал ли я что-то Чтобы вызвать Эту реакцию Я не нашел такого Я не заметил За собой этого И я решил Что это не относится К критикой Не ко мне Вернее Она была направлена Ко мне Но я ее не принял Когда люди Нас критикуют Это не значит Что нам нужно Это принимать Хотя я Только что говорил Что мы должны Быть внимательны И если вам Бьют по рукам Как мы говорим Да Когда ты что-то делаешь Проверь Подходит ли оно К тебе Или нет Если ты не видишь Что это правильная Критика Обоснованная Критика Которая способствует К тому Чтобы тебе помочь Не принимай Этой критики Не принимай Христа критиковали Постоянно И когда они Не могли уже Ничего такого сказать Как мы читаем Восьмая глава От Иоанна Когда они Его говорили Говорили Он им отвечал Разумно так Все Да нет И потом уже А бес в тебе Ну все Уже как бы Уже и не поспоришь Все Не обоснованной Все Ну Христос Он сказал Идет князь мира Этого Он не имеет Во мне Ничего Если это Не подходит К нам То мы Вникли В себя проверили Я свободен Чтобы наша вера Не основывалась На общественном Мнении А что подумают Люди А как это Теперь обо мне Будут говорить Не на этом Наша цель Одна Наша цель Уподобиться Иисусу Христу Это критика Которая преувеличенная Смотрите Когда За Иисусом Шла женщина Санамитянка Он ее Игнорировал Да Потом Когда наклание Подошла И сказала Господи Такая проблема Он говорит Нехорошо Взять хлеб У детей И бросить Псам Ну Ну как-то Я не знаю Оно как-то Я понимаю Что это говорил Христос Но оно как-то Резко Да Трудно Принять Но смотрите На реакцию Этой женщины Это большой Для нас Пример Так Господи Он не преувеличил Она действительно Это действительно Было реальное Положение Вещей А может быть Немножечко Он просто Для того Чтобы проверить Ее веру А я пес А окей Ладно Повернулась И ушла Так Господи Но даже Псы питаются Крохами Женщина велика Вера твоя Я хотел бы Чтобы мы имели Такое настроение Когда Когда это Мы получаем Какую-то критику Ну конечно Нужно быть Очень внимательным В этой критике Потому что Человек такой Хотя он Венец творения Божия Но Такое ранимое Создание Такое Немощное Ну про женщин Написано Немощный сосуд Но я встречал Довольно-таки Много мужчин Которые Очень ранимые Там Их нужно Только Не знаю Очень Осторожно С ними обращаться Чтобы там Где-то не обидели Нужно Быть очень осторожными И у нашей критики Должна быть Всегда цель Обязательно Если мы просто А ты неправильно Поешь А к чему ты говоришь Это Ты хочешь Чтобы лучше пели А что ты сделал Для того Чтобы это Ну лучше пели Или еще что-то То есть Если мы просто Только Как их называют Диванные солдаты Сидят на диване И они там На интернете Воюют Все они доказывают За истину борются Они всем показывают Как правильно Как неправильно Ну а на практике А показал ли ты Примером То Что ты критикуешь Понимаете Это все Нужно проверять И это все Должно быть правильно Но Мы Мы должны понимать У нас есть Определенная цель Если нету Этой цели Тогда лучше молчи Тогда лучше Не говори Мы должны Иметь Определенную цель И эта цель Она должна быть Продуктивной Она должна быть Для того Чтобы устроять Но мы должны Быть смелы В этом Нам нельзя Быть малодушевственными Потому что Если ты Малодушевствуешь И не говоришь Тогда Когда нужно Говорить То спасение И обличение Оно может быть Придет с другой стороны Но Бог Будет спрашивать Из нас Он будет спрашивать И говорить Я тебя Поставил Городом Свечой Чтобы ты светил Почему ты Свой свет Прячешь Почему ты Спрятал Этот свет И ты не сказал Может быть Не произвел Вот этого влияния Нам нельзя Ориентироваться Тем что думают Люди Если мы Это будем делать То мы Мы несчастнее Всех человек Это не то В чем заключается Христианство Это должно Мы должны Это все должно Быть сбалансировано И должно быть Все сделано Быть правильно Тоже Когда я был Молодым Я как-то Ну не знаю В такой церкви Был Где более Так все было Критично Там Постоянно Читались Проповеди О том Что нужно Правильно Одеваться Это все Как бы правильно Ну Не в этом вопрос Что девочкам Там нельзя Принаряживаться Прекрашаться Там И это довольно Так строго Об этом говорилось Это довольно Таки так Ну постоянно Прекрасно Ну я Как бы Не с этой Целью Разговаривал С пастырем Ну у меня Все-таки Были какие-то Вопросы К нему И я спрашиваю У него Говорю Брат Ну вот мы Молодежь нашу Ну постоянно Дергаем Хотя Писание говорит Забудет ли Девица Украшение Свое Это Хотя мы Можем найти Другие места Писания Да будет Украшением Вашим Ни внешнее Плетение Волос Это все Это все Как бы Не противоречит Друг другу Это все Должно быть Рассматриваться В балансе Сбалансированное Я говорю Мы вот это Критикуем Мы говорим Это Но говорю Ну брат Ну вы же Посмотрите на себя Вы что Стесняетесь Вопроса старения Вы стесняетесь Что вам Вы уже Не такой красивый У вас Может быть Здесь Не хватает Волос на голове То вы же Отсюда Их сюда Вот так Выращивайте Отсюда Вот сюда Чтобы выглядеть Красивее И я сейчас Вспоминаю Думаю Ну Петро Ну ты вообще Ну насколько Ну какой же Ты был твердолобый Ну оно как-то Знаете Вроде бы Ну знаете Я с одной стороны Это не я Я с одной стороны Рад что Я помню Я не помню Чтобы у меня Какие-то были Мотивы там Унижения Или еще что-то Ну двойные Стандарты Не должны быть Церкви Истина Она должна быть Истиной Если это Не способствует Для того Чтобы Церковь Божия Она Прогрессировала В этом Достижении Этой цели Быть подобной Иисусу Христу То нам нужно Быть смелыми И я Для себя Всегда придерживаюсь Такого положения Если в этот момент Я считаю Что мне нужно Это сказать Я В себе Внутреннее Такое подтверждение Имею Если я проверил Себя Как мы О чем мы сейчас И говорили Проверил цель Увещевания Все Если я проверил И я считаю Что мне нужно Это сказать Я говорю это Я должен это сказать Позже Я может быть Пожалел Что я об этом Сказал Я частично Жалею Может я не знаю Может как-то По другому Можно было это сказать Я не знаю Но я сказал Это нужно было сказать Чтобы это Не останавливало Того Что Господь Хочет между нами Действовать Господа Бога Не устраивает То что между нами Может быть Как Как Илья говорит Доколе вам Хромать на оба колена Как долго Если Господь Есть Бог Последуем Ему А если Вал Ну тогда Ему Определитесь Что вы хотите Если мы хотим Чтобы Быть Подобны Иисусу Христу То нам нельзя Плыть по течению Нам нельзя Расслабляться Нам нельзя Расслабляться Время очень Коротко Но прежде всего Нужно начать С самих себя Это то О чем я как бы Сегодня не проповедовал Но это Как бы Вопрос Который Освещенный Уже много раз С этого места Я хотел бы Чтобы мы Сейчас помолились Помолились о том Чтобы Вот эти все Инструменты Которые Господь Дал нам Для того Чтобы строить Написано Мы все строим Но каждый Наблюдай Как строит Мы подчас Мы не думаем О последствиях Мы не думаем О том Что будет потом Аааа Пойдет Особенно русские Зыб тай Раз Сделал Можно Можно Да Ну Ну это Как бы Смотря на что А в церкви Божьей Это нельзя Мы Являемся Это все Должно Вести К совершенству Мы должны Прийти В это состояние Если мы Надеемся Что Бог Когда мы Придем на небо Он нас там Поменяет Он поменяет Но если Мы здесь Не произошло Вот этого Необходимого Извинения То может быть Мы туда Даже И не сможем Дойти Есть такая Опасность Поэтому Писание Предупреждает И говорит Будьте Особенно Внимательны К слышенному Эти все Инструменты Которые Господь Нам дает Для того Чтобы мы Пользовались Будем этим Пользоваться И когда Мы слышим Что-то Критику В наш Адрес Хотелось Мне лично Хотелось Не Не взъерошиваться Сразу Проверять Смирение Какая-то Санамитянка Да Господи Так Чтобы мы Не проявляли Худшие Как бы Черты Нашего Качества А чтобы мы Понимали Что это Все Бог Нам делает Для того Чтобы изменить Нас Сделать Подобными Ему Будем молиться